Есть кредиты? Пользовались когда-нибудь, нет? Да, конечно. Как вообще к ним относитесь? Ну, положительно. Почему? Ну, если вовремя платить, то проблем не создается. На то, что проблем не возникнет, надеется каждый заемщик, когда берет кредит. А банковские займы у населения нашей страны, как и многих стран мира, весьма востребованы. По оценкам экономистов, кредиты есть больше, чем у 50 миллионов россиян. И многие из них именно сейчас снова желают взять взаймы у банков. Спешат заемщики из-за возможного роста ключевой ставки. Очередное заседание Центробанка пройдет 13 сентября и, соответственно, повышение процентов по кредитам. Вопрос, брать или не брать, у барнаульцев вызвал разные суждения. Не при нынешней ситуации, которая творится у нас на рынке. На данном отрицательно. Ставка очень высокая. Нет. Сейчас точно нет. Я потерплю. Иногда выручают. Приходило в жизни брать кредиты. Сейчас я взял ипотеку, чтобы помочь детям. Прямо сейчас кредит может быть, потому что инфляция съест эти деньги, если ставка будет фиксированная без всяких подводных камней. То есть, наоборот, может быть даже выгодно. Известные российские экономисты призывают людей отказаться от кредитов. Мол, слишком рискованно для заемщиков на фоне растущей инфляции и стоит дождаться стабилизации экономической ситуации. Местные эксперты не столь категоричны. По их мнению, верить в снижение темпов роста цен точно не стоит. И если кредит не блажь, а жизненная необходимость на лечение, покупку первого жилья, при правильном расчете вполне возможно и рискнуть. К тому же, уверен барнаульский экономист, повышение ключевой ставки Центробанком не сдерживает, а наоборот разгоняет инфляцию. На мой взгляд, в этих решениях логики нет никакой. То есть, они, особенно в современных условиях, только вредят экономике, бизнесу и людям. То есть, чем выше ставки кредитные, тем выше нагрузка, выше издержки фирм, выше цены. То есть, это один из стимулов инфляции, ради которой, собственно, борьбы с которой, нам говорят, и повышается. В то же время, говорит Ишболдин Кронберг, нашей финансовой системе пора уже в принципе слезть с иглы массового потребления. Конечно же, кредит – вещь хорошая, полезная и в плане, так сказать, потребительском, очень серьезно влияющая на экономику. Но, с другой стороны, старшее поколение, во всяком случае, помнит времена, когда никаких кредитов не было, и люди как-то жили, справлялись. То есть, возможно, как бы, я намекаю на то, что возможно и другое, так сказать, развитие, другая модель, так сказать, или парадигма, как именно говорят, развитие. В раках которой, в общем, целые проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они просто не стоят. Но пока отказаться от кредита в принципе не готовы ни финансисты, ни многие рядовые граждане. Я не брала никогда кредиты и не планирую их брать. Ну, вообще, это удобно. Если ты точно знаешь, что с этим рассчитаешься, то и проблем не будет. Конечно, выручают, нужны. Кредит, говорят все, без исключения экономисты, требует холодного математического расчета. Его результаты дадут объективную картину, стоит ли залазить в долговую кабалу. В большинстве топовых банков средняя ставка по потребительским кредитам уже сегодня от 18% и выше. И она, убеждены аналитики, продолжит расти. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.